И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, и сегодня мы поиграем с вами в игрушку под названием WolfQuests. Возможно, даже мы разделим её на множество серий и повыживаем за вот такого милого красивого волчонка. Посмотри на его мордочку, она прекрасна. Что это за игрушка, спросишь ты? Это игрушка, которая завоевала множество сердец игроков по всему миру в мобильных устройствах, в мобильных приложениях WolfQuests. Ну что ж, давайте начнём новую игру. Не обращай внимания, если сейчас главная менюшка у тебя разделена, то есть наша игрушечка выглядит на полэкрана. То есть сейчас мы зайдём в игру, и у нас будет игра на полный экран. Так, что представляет собой данный симулятор выживания за волка? Да, реальное выживание, мы можем построить свою семью, как говорится. Да, найти волчицу, развести маленьких волчат, это классно. Будем охотиться, выживать и всему того прочее. Ну что ж, давайте посмотрим. Так, сложность челленджинг, это у нас easy челленджинг, accurate. Ну, наверное, мы средничке погоняем. И самое интересное, что здесь есть, мы можем создать себе нашего красивого волка. Так, ну что ж, давайте посмотрим, кто у нас будет. Мальчик, девочка, конечно же, мальчик. А что по окрасам? Ох, довольно-таки насыщенные цвета. Посмотри, белый волк, но мордочка коричнево-рыжая. Боже, меня всегда привлекали серые волки. Да, это красота. Так, скины чёрные. Нет, это не по мне. Достаточно много здесь скинов, я скажу тебе. Но мы выберем, наверное, серого волка, как я и люблю. Вот даже такой серо-белый волк. Так, что у нас по глазам? Я хочу какие-нибудь голубые глазки. У меня у самого голубые глаза, поэтому... Так, ну, можно это сделать, волчонку? Да, примерно вот так. Так, это у нас, я так понимаю... Это у нас голоса. Ну, давайте оставим достаточно вот такой звонкий голос. Так, ушки, ушки, ушки. Что-то по ушкам я вообще ничего не вижу. Что изменяется? По-моему, по-моему, не... А, вот, подожди, наклон ушка. Подожди, смотри. Левое ушко наклоняется вперёд, здорово. Ну, давайте оставим просто вот так вот стоячие ушки. Так, а... Это что? Да ладно, ошейник? Нет, он у нас, давайте, лучше будет без него. Это у нас не домашний же волк, правильно? А дикий волк. Ну, ладно, давайте не будем на этом зацикливаться. Вот такой серо-белый окрас. И как мы его с вами назовём? Ну, конечно же... Давайте Скай. Скай, отлично. Вот такой волчонок прекрасный и красивый у нас получился. Так, ну что ж, друзья, давайте начинаем новую игру. Поехали. Так, ну что ж, друзья, мы начинаем. И посмотри, какой красивый волчонок. Да, боже, этот цвет я не зря выбрал. С его голубыми глазками он смотрится просто потрясающе. Не знаю, передаётся ли тебе цвет его голубых глаз, но это фантастично. Ну что ж, давайте сделаем первые шаги на нашем волке. Так, что мы можем, что мы можем? По-моему, мы можем нюхать. Да, посмотри. Видишь вот эти фиолетовые летящие шарики непонятные? Это запах от каких-то других зверей. Я так понимаю. Так что можно, наверное, сходить в ту сторону. Можно даже пробежаться. Ох, довольно-таки быстрый молодой волк. Так, а что мы... Мы можем же прыгать, да? Подожди, мы как-то можем, наверное, прыгать. Кстати, есть возможность наблюдения от первого лица. Это тоже очень здорово. Так, ладно. Ой, подожди-ка, подожди, стой. Что он сделал? Он сел. Так, подожди, давай посмотрим. Мы можем лежать. О, мы можем лежать в развалку. Здорово. Посмотри, мы можем менять позиции. Это классно. А время отдыха. Здорово. Это классно. Все-таки классно сделано. Ну ладно, давайте пойдемте по запаху. Посмотрим. Желтые, синие кружки. Непонятно. Так. У нас же есть еще карта. Давай посмотрим на карту. Так. По-моему, территория, насколько я знаю, поделена на три части. Ага. Так. Юмшунбут, Ламарганьон и Вапития. Ладно. Так, а что у нас еще есть в запасе? Давай посмотрим. Это понятно? Ладно. Оу, эмоции. Ну-ка, стой. Мы можем производить какие-то эмоции. Поджал хвостик, посмотри. Поджал хвостик. Здорово. Так, а еще что? Мы можем валяться? Я так понимаю, эти эмоции можно, наверное, использовать, если мы встретим других каких-то волков. Либо волчица, чтобы привлечь к себе внимание. Можем даже играть. Посмотри, он милый. Боже, он настолько милый. Так, это, я так понимаю, какая-то разговорная, наверное, речь волка. Махание хвостом. Так, голос. Да ладно. Ой. Так, а что у нас еще есть? Мы можем огрызаться. Это, наверное, в случае опасности. Что-то в этом роде, да? Так, подожди. Мы можем даже поджать ушки. Смотри, от страха можем поджать ушки. Дать эмоцию, если мы боимся. Классно. Так, ну ладно. Давайте. Все-таки меня интересует, что там за запах такой идет. Прям посмотри, интенсивный запах. Вот эти фиолетовые кружки. Нам нужно быстро туда сбегать, посмотреть, что там. Так, друзья. Понюху мы вышли на оленя. Да, это маленький олень. Ну что ж, давайте попробуем поймать его. Мы ведь охотники. Ой, не надо с вашими подсказками, пожалуйста. Так, самое главное, чтобы он нас сейчас не атаковал, не ударил. Ого. Так, наносим урон. Олень почти пойман. У меня кончается выносливость. Ох, довольно-таки быстрый Олешек Бэмби. Так, стой, стой, стой. Мне нужно передохнуть. Мне нужно передохнуть. А теперь погоню. А теперь в погоню. Я поймаю этого оленя. Еще несколько укусов. Но почему он не может его просто повалить на землю? Это было бы куда лучше бы смотрелось. Ого. Олень-то, смотри, что делает олень. Он, кстати, хотел дать нам отпор. Вот про что я и говорю. Ох, сколько здесь оленей, посмотри. Это отбившийся от стада, я понял. О, я получил, я получил. Меня атаковали. Все. Жертва, жертва повержена. Я все-таки сделал это. Что ж, теперь можно и насытиться вкусным мясом оленя. Так, я надеюсь, мне прибавится хилка. Вообще, наверное, хилка, наверное, восстанавливается, когда ты спишь. Ну, возможно, когда ешь. Хорошее насыщение. Мяса практически не осталось. Все, да, мы больше не нуждаемся в еде. Можно где-нибудь, наверное, залечь. Отдохнуть. Где-нибудь даже вот здесь, вот возле камня. Посмотри, насколько огромный танник. Это невероятно большой мир, который нам в дальнейшем, наверное, еще придется исследовать. Ого. Всю эту местность. Ай-яй-яй-яй-яй. Все, 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 я ухожу, я ухожу, ухожу. Такими огромными подсказками. Постоянными подсказками. Я честно не знал, что это ваша территория. Мы можем еще подпитаться мясом. Все, лучше, наверное, уходить. Нет, он у меня полностью перенасыщен. Так, я так понимаю, там река у нас. И пасется огромное, огромное стадо оленей. Я, наверное, думаю, я все-таки... Ого, ого. Подожди, подожди. Мы, кажется, мы наткнулись на чужую территорию волков. Ого, нам будут давать отпор. Ого. Ого. Ну что же. Будем давать отпор. Я не сдамся без боя. Да, сегодня прямо-таки все насыщено. Так, наверное, лучше нам уходить, я думаю. Иначе мне будет не сдобровать. Ну что ж, теперь, наверное... Все поменялось в мою сторону, да? Да. Я буду отбивать территорию. Я не сдамся. Ох, это реально весело. Это реально... Ты посмотри. Я в обиду себя не дам. Слушай, это молодой волк. Он должен задрать этого старого волка просто одним укусом. Лучше, наверное, мне все-таки уходить, я думаю. Все-таки, наверное, лучше покинуть мне территорию. Ух, иначе мне будет не сдобровать. Ох, да, друзья, меня изрядно потрепали, но я отдохнул и немножко восстановил свои силы. Все-таки я унес свои ноги оттуда. Блин, боже, как меня бесят вот эти подсказки. Надо будет их в следующий раз отключить обязательно, чтобы они вам тоже не мешали. Да, вот будешь знать, как вступать на чужую территорию волков в следующий раз. Ну, хотя бы, по крайней мере, мы наелись, но уже вновь голодаем. Ну, что ж, друзья, наверное, на этом первую серию приключений нашего волка по имени Скай мы закончим. Если тебе понравилась эта серия, обязательно ставь пальчик вверх, подписывайся на канал, жми колокольчик. И мы скоро вновь продолжим новое путешествие с милым волчонком по имени Скай. Всем пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok